так друзьячки всем привет давно не бачились здрасте так что я делаю ось бачите предстарт раньше он был такими как длинными гранулами а сейчас предстарт вот такими типа как растворимый кофе маленькие такие гранулки раньше я его дробил пропускав через крупорушку как были колбаски такие длинные а сейчас вот так то не дроблю ничего так и насыпаю от поросятам там допустим сейчас уже кому 15 кому 17 днів десь так 14 и я потихоньку им кидаю предстарт вот бачите я допустим кидал вчера они его ну практически не едят я по жменьким насыпаю и меняю так каждый день ось ну сколько я тут жменьку насыпал вчера и все опа свеженько им иванович нюхаю что у нас свеженький пробует и так усым теперь тут а бачу тоже тоже один звуком на теперь следующее а давай им цивну боце буду долго долго песня Это надо идти просто брать у ведро и насыпать, потому что будут гореть. Они уже поели, но все равно кричатимуть. На, тюльпанша. Хотя бы и понаедались, а кричать все равно будут. Так, и тут же дальше так само. Тут станок здоровый, места мало. Вот видите, вот этот станок, допустим, и места мало, хотя клетка шириной 2 на 3. И вот видите, если нормальный станок для нормальной свиноматки, сколько она там, 300 плюс, то места мало. Розвернуться, нет. И это же так само место опрос принимать. Тоже невдобно. Все, ешьте. Идем дальше. До этих, так само. Ага, эти поели трошки. До Манюниных детей. Вот так. Надо вам повисыпаю, чтобы уже не было. Ох. 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 У них там жарище така. На дворе у нас мороз сегодня. Хтось кудись зажався. На дворе мороз у нас почти 20 градусов. Ну, это тут почти 20 градусов. На проходе. На проходе всегда сквозняк, витяжки. А там, где поросята, там, наверное, все 25. 27. Там уже ждал вам где. На. Гарвайте. Короче, після того, як свиноматки мои зірвались, тюльпанша безымянна и волосинка, на другий день я поїхав, взяв дозы. Они все стояли. Еще лучше даже стояли, чем я в видео показал. И всем тоже баллончик пшикнул. И всех искусственно мы покрили. И все. И уже никто не стоит, никто не гуляет. Записали день, когда покривали их трех. Ну и будем наблюдать через 18-21 день. Также по поросятам. Вот, допустим, манюня. В манюне со здоровьем все хорошо, никаких осложнений нема. Жива, здорова. Какая, ходит в туалет, все отлично. Ну и, как вы видите, есть тоже хорошо. Вопросов по манюне нема. Все поживало. Ну, ни выделений нема, ни где ничего. То есть отлично. И поросят у нее восемь штучек. Как она опоросилась, так она никого не придавила. Вси живи-здорови. Идем дальше. Тетя Нюра. Тетя Нюра в ней оставалось. Я ей оставил восемь поросят. Тоже здоровому удивлению. Никого не придавила. И дочка киевлянки. Вона выкармливает своих четыре и четыре нюркиных. Тоже никого не придавила. Все хорошо. То есть оцей раз именно молодцы свиноматки. Ну прям не нарадуюсь. Никого не придавила. Одне чахленькое было. Нюрка. Чи придавила его, чи не придавила в начале, как после опороса. Мы так толком и не знаем. Но оно было чахмое, может, самое дойшло. А так все, все поросята живи-здорови. И вот я так каждый день, допустим, с 13-15 дня, а то поджменьки меняю им предстарт. Багато не сыпьте, потому что они переведут. Ну они же толком особо не едят. А поджменьки сыпьте. И так после 20-20, ну бывает и с 17 дня едят. Бывает, аж после 20-20. Каждый по-разному. Тут зависит от молока. Сколько у мамки молока, чи хватит. И если хватит, они его практически не едят. Но я все равно всех вот так привучаю, чтобы немного привыкали. Кузю еще мы не скастрировали. Кузя росте, надо ним заняться. Все время никак не доходит. Также, видите, надо мне эту клетку сделать, чтобы киевлянки их перевезли. Тоже время не хватает. Надо удалить в полдня. Так, грубо говоря, день удалить. Цю сделать. Следующую, чтобы киевлянки не хватает этих двух сюда переселить. А поросят всех заберем в сарай для доращивания, для отъема. Там поднимем их еще, я думаю, недельки 2-3, будем топить там, чтобы им тепло было. На щелях всех уберем, вимием, побелимся, и потом оттуда уже здоровеньких переведем на щелях. Бо холодно, думаю, им так сделать. Лито, если бы это было лито, если бы это было лито, мы бы их перевели просто сразу на щелях. А так, как зима, думаю, ну его еще, может на щелях холодно, хай там будут, в том сарайчику будем топить, обогревать. И вот так этот. Обезьянка, после того, как мы ее покрыли, точно числа неповню, ну вроде бы не было в ней загулок. Она как гуляет, она вообще не ест, стоит. А так в ней аппетит хороший, то есть нормально, покрылась. Ну а волосинка, вон, самой крайней клетки, нормально все, тоже покрыли. Ну будем наблюдать. И также, после того, как, допустим, у меня загуляли свиноматки, тогда на пятый день, а у Артема, что помогал мне лизать тюльпана, у него тоже такая проблема была с одной свиноматкой, у него загуляли на шестый день. На шестый или на сьемый день загуляли. Вчера он тоже покрыли. То есть, видите, я на своих свиноматках цей препарат испробовал, а он на своей свиноматке, у него одна свиноматка хорошая, все она в него не взрывалась после опороса, и он так же сделал, и все хорошо. Тоже покрыли. Ну дай Бог, чтобы все тоже было хорошо. Барашечка нормальная. Ой, надо тут выходить. Барашка – это не обезьянка, да? Барашка. И трогать особо нельзя. Ну а так и будем делать. Порося сейчас туда-сюда, два дня я думаю заберу у Киевлянки. Киевлянку спрашивали, куда я буду дать Киевлянку и Нюрку. Я уже предварительно за Киевлянку договорився. Ей приедут, потом заберут, числа 50-го, ну перед Новым годом. И за Нюрку сегодня позвоню, предложу, тоже там парень занимается, предложу ему, может он Нюрку забере, подгадаем, чтобы все в один день, чтобы погрузить и тому, и тому, бо они ж тяжелые. Особенно Нюрка, так и Киевлянка тоже не маленькая. Ну короче, вот так. А потом следующая уже пида обезьянка. Ну подивимся, как у нее будет опорос, может еще и шанс дамо, да Вик? Ну да, будем наблюдать. А так, планируем, что остается у нас барашка, безымянная волосынка и тюльпанча. Четыре свиноматки и из той клетки еще пару штук переведем сюда, из щелей, где поднимается ремонтных молоденьких. Итак, более-менее стареньких побираем. Ну понятно, манюню будем убирать, рисковать не будем. Дочку киевлянки, это же мы так просто, что гуляла хорошо, ее оставила, а вообще така же свинка на свиноматку не годится. Ну короче, вот так. Поросята граевые, веселенькие, хорошие. Или 15, или 14, или 16 днём. Просто оно всего не запомнишь, тому сколько. Ну мы записываем, когда опоросы в каждой свинке были, все это пишется. Пишется в свои талмуды. Нюрка, я вам скажу, это она опоросилась, это очень хорошо, что в ней все прошло хороший опорос, сердечно, никого не придавило. И на следующий раз ситуация может быть намного хуже. Она перед этим много давила, ну как бы опоросы были здоровенькие, а сейчас она очень здоровая, она практически не худая. Ну то есть надо ее лучше убрать, чтобы потом не было, что она лягла и штук 5-7 сразу придавила. А она хоть и встанку, но все равно поросята же туда лезут после опороса. Ну лучше, как лучше. Лучше здоровых сильно убирать, потому что и опоросы в ней были не один, поэтому будем ее убирать. Хорошая свинка, ну ничего не скажу. Да и у нас же много молодняка после Нюрки, может кого и оставим, какую-то девочку, типа как дочка Нюркина. Киевлянка так лягает, вот это же станет, они уже здоровье не придали. Видите, как станок хорошо, она раз, а они оп и выскочили. Оце ж порося попадается так под низ, вот туда, как она так лягает. И она получается, его как каталка, и воно мячиком, под низом, под станком, под самодугами. Видите, станок ходером ходит, пока лягет. О, лягла. И не худая. Может она и худая, но всего по ней не заметно. Ну да, она больше была, то понятно, и брюхо было здоровое, ну, трошки похудала. Ну, еле в станок. Да, она лежала, получается, по ширине всего станка. А сейчас место есть. Ну, если на набег ляже, то места меньше, но все равно, здоровые станки. А вообще, по идее, вот станок идет стандартный, 60 сантиметров ширина. И для свинок хватает, для нормальных свиноматочек хватает. А уже такая, допустим, киевлянка, для нее стандартный, ой, барашка, для нее стандартный, это маленький. Ей надо увеличенный, самодельный, переработанный. Тут у меня, бачите, сама поилка низкая. Ну, вона привыкла, пьет. Хвостати бігают. Хвостати. З хвостами. А это ж... 24 дня. А это ж поросята з хвостами. Мы не делали им... Мы только зубы им откусили, чтобы свиноматку не кусали, золимя. И все, не ставили ни железа, ни до ничего. Может, что их двое, им всего хватает, а то и этот. Ну, такие тоже уже хорошие. У этих свинок, своих, этих трех, я покрывал ёрширом, взял ёршира, чтобы потом было, может, что на свиноматку. Бо перед этим, они были покрыты дюрком, а то в двух клетках, кабанчики и свинки. Это одних, я крив их дюрком, а это уже покрыл ёрширом. Ну, думаю, нормально будет. В сарае, это хоть ходишь, а так управляются, хоть трошки погреются. Мы воды уже набрали 300 литров, поубирали, ну и теперь же думаем, покажем вам, что и как. Бо на дворе сейчас снимать не хочется. Дуже холодно, и камера сразу запотіє, если с тепла, то есть. На дворе. И у нас, грубо говоря, сейчас яка в основном йде задача? Это корм дробить. Постоянно дробить пшеницу. Постоянно. Сейчас задерживает только кормовая база. Как вот раньше я этого не замечал, а по голове я трошки добавил. Сейчас, грубо говоря, раз в два дня надо все надрабливать. Конечно, хорошо, как будет кормозмешивать свой, как будет своя крупоружка вакуумная, которая втягивает, но до этого надо дойти. Я так узнавал предварительно, вроде бы провести додому три фазы 50 тысяч гривен. Ну, это так, плюс-минус. Ну опять, а там есть, скажут, а на сколько день, ночь, и на сколько киловатт. Я даже не знаю, я в это не вникал, на сколько киловатт мне надо. Чи оно, что идет по киловаттам, не так, что щечек повесили, и барист сколько хоть. Я думаю, что это надо пойти в ряд, чтобы они объяснили. А потом, я думаю, туда после Нового года подвесну проведем в ангар. Поставим щечек три фазы, и чтобы там же сразу... И эти свинки Манюня тоже была покрита Йорширом. Вот это поросята кантуру, ландрас и Йоршир. Нюрка и мама Манюни. Нюрка покрилась ландрасом на выходе оця Манюня, и потом перекрилась Йорширом. Вот такие поросята. Как свиноматка хорошая, так и поросята крупные хорошие. Ну, знаете, тоже рисковать. Я больше, чем уверен, что следующий опороз может быть еще хуже. Вона то завагитнее все, но следующий опороз, у нее очень тонкие эти выходы, кишочки очень тонкие. Лучше не рисковать, потому что потом вообще расстроится, что будет, то... А воно ж тоже, сейчас ее покрить, 4 месяца кормить, ухаживать за ней, а потом раз и все. Ну, то есть, лучше не рисковать. Есть молодежь, подрастая, лучше я оставлю молодых, крепких, чем а то рисковать. Конечно, им молока хватает, их не много в ней, 8 штучек. Молока хватает, поэтому и предстарт не много едят. Такие именно. И знают, у каждого своя цицка, да? И как, и все, все в них там распределено по запаху. А вот один нюрку. Ага, это же не хватает, значит, молока. Иди предстарт ешь. У нее уже по-молочности не дуже. Если бы я оставил бы оцей ей 8 штучек, и те, что я забрал дочки киевлянки, четырех, дело бы не было. Поросята была бы, она по-молочности уже трошки не такая, как в молодости была. И они, да, чахли половину. А это в обезьянке такая привычка царапать. Станок, корито. Так что, оце в них пройшла утрешня управка. Попідсипали тирсочки, где там поросяткам здоровым. Поубирали, сейчас тачку вивезу, и все, и так само до вечера. Лампы я не включаю ни днем, ни на ночь. То, что мороз, холодно, и лучше, как лучше. Поросята любят тепло. Да, бюзянка. Бюзянка не горит. Не гуляет. Сейчас схватывается вот с пятничком. Ось получается 14 или 15 дней в Поросятове. 18. 18? 19, 20, 12, 15 дней. Это я вытягивала. Это Вика вытягивала. Я еще ей скажу, что ты это вытягивала, и это пятно заповнишь его. что ты его вытягивала. Ось 15 дней, да. Минут 10 не могла вытягиваться. Минут 10 Вика тягивала, не могла его. А воно и шло получается передом, и ты за зубы, да, его? вот такие. Вот вот такие. вам 15-дневный Порося. ну так и килограмм. 6, наверное, и есть. Иди, 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 иди. И воно ж уже, как бы, ну я ж знаю, какие должны быть свиноматки. как поросята идут. Ну оно все это видно. Я ж уже не первый год, уже все-таки скоро 5 год, как этим занимаемся. И я вам скажу, что по молочности киевлянка, дочка киевлянки, в ней хоть и малый был порос, но у самой киевлянки молоко очень хорошее, у ней поросята всегда крупные. И в дочке и так само молочность вообще ну, очень хорошая, колоссальная. А у Манюниной сестры и у Манюни, ну не скажешь, что супер-пупер, так? Как у мамки, у Нюрки, да, не супер-пупер, да, вона кормит, да, поросята непоганя, но не супер-пупер. Не такая, допустим, молочность, как у, ось даже безымянной, в тюльпанчу, в волосинки, не такая, как у барашки, то есть вообще разная. И воно, это все замечаешь, видишь и все. Поросяток в продаже немае, ну, как бы, не судить тоже строго, бо звоните поросят, мы не продаем поросят, у нас сейчас еще меньше станет поросят, ой, свиноматок. Мы поросят оставляем соби, у нас же нижний щельовый полк, он будет сейчас пустий, и туда запустим. Так что, поросяток в продаже нема. когда будет, чтоб записаться на весну, тоже мы не знаем, бо еще только свиноматок планируем оставить, их еще не покрывали, то есть тут балакотничь. Нам самое главное, чтоб свои потреби покрыть, ну, где надо, где кого уберем, чтоб туда заповнить сразу. А как будет на продаж, тогда я уже скажу. Вот это так. Так что, друзьячки, пробегся, легенько вам все рассказал, по-быстрому. Все пьють воду, понаедалися, им сейчас лягать надо, а мы же туда ходим, рассказываем. И для них это тоже не привычно. Они, как привыкли, я управился, и они поели, и полягали. Да, барашки? Дети у них такие, да. Дети, да, такие прям курноси. А как у киевлянки поросят забирать? Наверное, будем резко забегать и хватать, да? Ну, как есть, да, забирать сразу. Бачите, вот как поросята, даже маленький поросят, он обычная кормушка для здоровых, ныряет в сундучок и ест, и все нормально. Так что вот так. Диви, кто его залалили. Хорошо, конечно, ходишь вот так, наблюдаешь, как воно хорошо, знаете, как все хорошо. Как воно все росте, не болеет ни где ничего, очень хорошо. И не забывайте, в конце видео, хвостик, видите? Вот так хвостик. Ого, видите, как? Вот так. Оп. А не вот так. Это вам каже Манюнька, которая порвала петлю и задний проход. Ну, все уже в ней нормально. Всякое бывает, видите. Кто там говорит, хочу тоже свиноматок развести, продавать. Ну, раньше, знаете, раньше, как я сам только начинал, был на эмоциях, все все это. А как уже трошки пройшло, ну, уже все-таки, пятый год. Я вам скажу, не так оно легко, как кажется, все равно. И очень переживаешь. Это хорошо, что все хорошо, что она поросилась, все порвало, все в ней стянуло и зажило. А если б не. Знаете, сколько нервов на это идешь? Ходишь, переживаешь, что уже все. И еще и хорошо, как поросят там этих распределил по другим, что, а как не с кем их делить. Ну, все. А то выкармливание, а то сосочки, молоко, это без того, то уже, можно сказать, нет поросят. Там есть пишут, я выкармлив, все хорошо. Нет, то уже роста такого не будет. То не те порося уже. А как оно хорошо, ну, короче, надо проходить все. Надо проходить. Бывает, знаете, и хорошие моменты, и не хорошие. По-всякому, бывает. Не скажешь, что. Прямо везде легко. Видите, ось тоже. Ну, такие ситуации, допустим, Манюня надо убирать, дочка киевлянки тоже надо убирать. И это все уже произошло, ну, побачили, что никакенькие они, не годятся. А, что они отлезают? А хай лучше они в сторону от лампы отлезут, а на ночь, как холодно, или мороз возьмется, тут чуть похолодает, то они под лампу ближе. Хай будут. Вони не достают, не достают, и хай соби кормят. Так я оставил одну витяжку закритую. И вот видите, тут свиноматки, здоровый сарай, конденсата ни где нет. Сухо, пыль. Сухо, пыль, да. И конденсата нет, и его не будет. Я это знаю, потому что витяжки. Витяжки в потолок. Если витяжки в потолок, без всяких вентиляторов, их хватает. Как сильно жарко, литом, как жарится, надо какой-то вентилятор, чтобы движение воздуха делал. Вот это же приемный. Вот это же приемный нюркин. Вот так, нюркин. Здоровый, ага, свинка. Вот это б нюрки, они б таких, как не было, если б их было в ней 12. А так из-за того, что в нюрке 8, то оно и нормально уже. Потому что старенькая мама от тебя. И мы тебя забрали от твоей мамы, потому что она уже постарела. А тебя кинули до молодой. Видишь, как тебя витягнула молодая. Вот так. Свинка, тоже не забывайте, видите, хвост такой вверх, обрезанный. Вот так. Вот тоже хороший, килограмм 6. Бежи, бежи, бежи. Вообще, по идее, киевлянка, дочка киевлянка, это не твои, дети. Это мы тебе, пока ты была в шоковом состоянии, мы тебе подкинули 4. А твоя вон белая бига одна. И три красненьких. Но они светлые в ней. А в нюрке темные. Вон и белые, и три светленьких таких. А то все четверо темные. И я ж, от нюрки я их брал, я взял самых маленьких, чахленьких. Делюсь, что они отстают, но на последних цельсках, и такие самые маленькие. И я их от нюрки сюда, те же крепче, лучше едят, и отбивают этих слабых. И я этих слабых 4 выбрал, кину ей. И гляньте, сейчас эти 4 нюркиных слабых стают крепче, чем даже ее родные дети. Ну вот так. Вот так, друзьяки. А так вообще все, слава Богу, поросята живи здоровьи, никого не придавило. Выключаю свет. Можно сказать все, а все даже не пахнет. Сейчас куча других задач. Так что всем спасибо, и всем пока.